Здравствуйте! В эфире город С и Татьяна Дмитриева. Как в этом сезоне организованы дачные перевозки, на какой пассажиропоток они рассчитаны и с каким интервалом ходит транспорт? Об этом говорим. Сегодня в нашей студии заместитель руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Олег Яхин. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Олег Иванович. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как задолго вообще происходит начало подготовки к открытию дачного сезона и перевозок? Когда он начинается или немного раньше. Начинается это все, так скажем, заблаговременно. Информация начинает собираться даже в текущий период проведения дачных перевозок. Мы собираем предложения от населения, какие были замечания. По итогам проведенных перевозок прошлогодних собирается вся информация, сколько было перевезено пассажиров, по каким маршрутам, в каком количестве, для того, чтобы определиться, какое количество подвижного состава, какой вместимости необходимо будет задействовать на следующий год. А в этом году есть какие-то изменения по сравнению с прошлым годом? Может быть, какие-то маршруты изменились или вообще за ненадобностью убрали, если совсем маленький пассажиропоток? Нет такого? Нет, таких маршрутов у нас, как бы, выявлено не было. Единственное изменение в схеме движения бывает маршрутов. Это в прошлом году у нас так произошло по дачным маршрутам, которые были, вернее, следовали по трассе через Упчининское шоссе ввиду смены организации дорожного движения на пересечении с улицей Магистральной. Вот только на этом участке было изменено. В этом году предстоит изменения на маршруте 157, это до Чубовских дач от Авроры, в связи с тем, что там происходит реконструкция проезжей части вдоль этого массива. И там, где необходимо на конечном пункте произвести левый поворот, к сожалению, вот пока дорожная разметка не позволяет его сделать. Значит, завтра мы совместно со специалистами нашего департамента, значит, управления ГИБДД области, представителями Министерства транспорта, организуем выездное совещание на место и с присутствием, значит, председателя садового товарищества будет приниматься решение о том, как мы будем менять именно схему движения на данном участке. Уважаемые телезрители, напомню, телефон 202-11-22, если у вас есть вопросы по дачным перевозкам, их организации, может быть, какие-то предложения, звоните, наш гость вам ответит. Если вспомнить про пассажиропоток прошлого года, в каких цифрах он исчисляется? И в этом году прогнозы есть? В прошлом году мы перевезли 738 тысяч пассажиров, в этом году мы так думаем, что в связи с тем, что экономические условия у нас немножечко изменились в связи с санкциями, так скажем, с кризисом. Многие жители, так скажем, опять вспомнили про свои дачные участки, что каким-то образом можно свою продовольственную семейную программу поправить и, возможно, как-то и сэкономить, то есть произвести собственные продукты и пользоваться. То есть прогнозируете увеличение пассажиропотока, а меры какие-то приняты в связи с этим? Меры приняты с тем, что у нас вообще такая тенденция, что в принципе ежегодно пассажиропоток вот падал примерно там на 5 процентов. Но в связи с тем, что вот мы подразумеваем, что он останется хотя бы на уровне прошлого года, мы предусмотрели, что количество подвижного состава будет неизменным к отношению к прошлому году. И поэтому мы планируем, что все-таки мы перевезем столько же, не меньше, но может даже и побольше. Понятно. А можете озвучить, вот сколько в количестве отношений транспорта и какого выходит вообще? Значит, у нас перевозки осуществляются как в будние дни, это среда и пятница, и выходные, праздничные дни, это в субботу, воскресенье и тогда, когда в выходные дни переносятся вот на будни. То есть совсем не каждый день. Не каждый день. Потому что кажется, что раз сезон начинается, дачных перевозок, то каждый день... Ну, это, во-первых, обусловлено с тем, что нам нужно перевозить жителей города на работу и с работы, на учебу и с учебы. Поэтому, как бы, отвлечение ежедневное, оно нецелесообразно. Ну и, так скажем, дачники уже привыкли к этому ритму, они знают, что вот в эти дни осуществляются эти перевозки, подстраивают свои графики, опять-таки данного количества дней хватает для того, чтобы своевременно производить полив, обработку и выращивать. А первые, вот, начало маршрута, первый рейс во сколько часов? Как-то ехала, посмотрела, очередь стоит рано-рано утром, думаю, неужели на дачу поехали? Наверное, да. Значит, в зависимости от увеличения или уменьшения светового дня, наши перевозки, и опять-таки, в зависимости от направления движения, начинаются на некоторых маршрутах с шести утра. И заканчиваются в 20 часов отправления последних рейсов с дачных участков. То есть, вот, мы стараемся, как бы, по максимуму использовать световой день. А вот в 6 часов кто не успел сесть в автобус, они сколько времени будут ждать следующего? Потому что рано встали, приехали на остановку, тут не успели, не сели, а дальше что? Интервалы движения на разных маршрутах, опять-таки, зависят от того, какое количество пассажиров ездит на эти маршруты, от протяженности трассы следования. И, значит, здесь у нас интервалы бывают от 18 минут. А есть маршруты, на которых жители вот приходят на первый рейс и отправляются на дачные участки. Это самые отдаленные у нас участки. Там длина, протяженность маршрута в одно направление свыше 60 километров. И автобусы там ожидают дачников, то есть, весь световой день, и потом возвращаются вместе с ними обратно в город. То есть, есть и такие маршруты, особо отдаленные. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22, звоните, еще есть время. Будут ли перевозки на городские кладбища организованы в этом году? Вот в этом году так совпало, что с 1 числа мы обычно начинали вот интенсивные дачные перевозки. В этом году так совпало, что 1 мая у нас будет Пасха, религиозный праздник. И традиционно, как мы всегда это и делаем, значит, в дни религиозных праздников крупных мы производим перевозки населения на кладбище. К сожалению, в эти дни доставлять наших жителей до дачных массивов мы не можем в силу того, что большое количество подвижного состава именно выделяется на эти перевозки. Хорошо, что предупредили. То есть, на 1 мая дачникам не рассчитывать? Но для того, чтобы люди смогли воспользоваться благоприятными погодными условиями, которые сложились в этом сезоне, мы организовали наши перевозки с 23 апреля. То есть, вот уже в эту субботу наши жители могут отправиться на свои дачные участки. Перевозки будут 23, 24 и 30 апреля. Потом 2, 3 и 7 и так далее. Единственное, что выпадут дни, это, как я уже сказал, 1 мая, 8 мая, 9 мая и 18 июня. Это у нас будут дни перевозок на кладбище. В эти дни не будет автобусов, но во все остальные автобусы будут подаваться. И еще нововведение в этом году. До этого мы практиковали, что в мае месяце, в будние дни, в среду и пятницу, мы организовывали движение со второй половины мая месяца. Но для того, чтобы удовлетворить потребности наших дачников, мы приняли решение и начинаем возить уже со среды, вот, ну, так скажем, вот с первой среды мая месяца. Поэтому, как бы, мы компенсируем количество дней, которые жители могут использовать для того, чтобы на своем участке потрудиться. Вот, не в ущерб, значит, чтобы им было это. Да. Следующий вопрос, тоже тема кладбища. У нас есть кладбище под названием Чапаевка, находится в совхозе Черновский. Туда транспорт вообще не ходит. Когда-то его туда запустят или нет? Значит, по... А мне кажется, в Черновский ходят. В Черновский у нас ходят автобусы дачные. То есть мы организовываем в совхоз Черновский. Но Чапаевка, вот, как кладбище, к сожалению, разделены полномочия у нас. И городской округ Самара, то есть наш департамент, организует перевозки именно к городским кладбищам городского округа Самара. Мы имеем такое право. А вот там должен заниматься этот вот муниципалитет конкретно этого образования. Следующий вопрос. С какого числа начнутся перевозки в этом году? Ну, вы это уже сказали. И вот адрес 156 в Старосемейкино. О чем-то говорится? Это 156 маршрут, да. А, это маршрут. Да, это маршрут. Он будет ходить, да? Да, да. И уже со среды? Да, да, да. Раз департамент городской, то, наверное, не безграничны вы в конечной точке, да, движение транспорта. Вот как с этим сориентироваться? Куда можно доехать? Начинающим даже дачникам, допустим, вот только купил. Да, еще и не знает, как добраться. Вот как зона вашей ответственности. Начинающим дачникам, то есть, в принципе, когда человек принимает решение, там, приобрести какой-то себе дачный участок, он все-таки должен определиться, существует ли туда перемещение транспорта, именно вот городского, организованной ли туда перевозки. Если у кого-то будут конкретные вопросы, там, по каким-то направлениям, то их можно будет вот непосредственно в нашу, значит, на телефон горячая линия, наш департамент направить, и специалисты уже ответят конкретно, в каком направлении, там, существует ли, то есть действующие маршруты есть по этому направлению или нет, или каким образом могут вот жители туда добраться, до данного населенного пункта, в котором есть этот дачный массив. То есть, 260-20-18, это вот телефон нашей горячей линии, по которому наши специалисты всегда будут готовы ответить на любые вопросы по организации как дачных перевозок, так и работы городского пассажирского транспорта. Вот интересно, начиная с какого числа заявок на организацию вот нового дачного маршрута вы будете рассматривать предложение, потому что вот запустить новый маршрут, сколько нужно собрать желающих? Маршрут, все-таки, я считаю, что, ну, и есть такая практика, во-первых, необходимо, вообще все маршруты открываются при наличии устойчивого пассажиропотока. Вот если в данное направление будет устойчивый пассажиропоток, для которого там необходимо предоставить... Опять же, это нужно время, чтобы изучить, да? Так, чтобы вот его изучить, да, желательно, чтобы этим люди занимались до начала организации перевозок, то есть информацию эту нужно будет собрать уже, грубо говоря, вот в этот летний период, и, ну, по окончанию этих перевозок, либо осенью предоставить какие-то расчеты и предложения в департамент транспорта, где уже будет создана рабочая комиссия, которая будет определять возможность открытия или невозможность открытия движения по данному направлению. А вообще у вас обратная связь с пассажирами, как выстроено? Есть такое или нет? Сели, доехали и все довольны или недовольны? Значит, мы, во-первых, телефон горячей линии работает постоянно, и также, ну, так скажем, при встречах с населением мы интересуемся, встречаемся с председателями садов и дачных товарищей. Они озвучивают какие-то пожелания и жалобы, наверное. Они озвучивают те пожелания, которые, да, жители выявили в работе нашего транспорта, какие были недостатки, которые мы учитываем при составлении планов и уже даем рекомендации предприятиям-перевозчикам, чтобы они, значит, учли вот эти замечания. Вот я в прошлом году слышала жалобу одной бабушки, не помню, вот где конкретно, но она говорила, нет даже лавочки на остановке или павильона, солнце. И вот она говорит, ну что же это такое, хоть вот садись на асфальт и ждешь автобуса, и устаешь и так с грузом, и все. Вот это кому относится? Значит, вот смотрите, существует разграничение полномочий, поэтому есть те остановочные пункты, которые расположены в городском округе Самары, за них несет ответственность муниципальное бюджетное учреждение Самароинформресурс, то есть за содержание самих павильонов. То есть это сам павильон и расположенные там лавочки. По благоустройству, то есть по засанитарной состоянии прилегающей территории отвечает муниципальное предприятие благоустройства. Поэтому вот в городском округе как бы мы можем это контролировать. Те остановочные пункты, которые расположены на областных дорогах, за них как бы отвечает Министерство транспорта и дорог Самарской области. А вот уже в самих дачных массивах расположены остановочные павильоны, вот здесь вот несут ответственность как раз собственники этих дачных участков, то есть вот эти садоводческие товарищества. И они должны сами там у себя определиться на общих собраниях, чтобы поддерживать их в надлежащем состоянии. И еще тоже распространенный вопрос, что вот не проедешь и не пройдешь. Ну это конечно, вот транспорт муниципальный на дачных перевозках, он только по основной вот дороге, трассе идет, да? А вот там чуть как-то ближе дальше заехать, нет? Вот смотрите, у нас существуют требования и ГОСТы, по которым организуются вообще пассажирские перевозки. Большое значение здесь уделяется именно безопасной перевозке пассажиров. Это стоит первостепенной задачей. Поэтому прежде чем начинать движение по дачным маршрутам, это одна из подготовительных, так скажем, функций. Мы за там две недели или раньше, когда позволяют погодные условия, до начала дачных перевозок организуем комиссионное обследование всех дорог, по которым движутся наши автобусы. Мы туда привлекаем сотрудников ГИБДД, представителей благоустройства, районных властей и самих председателей садово-дачных товариществ, для того, чтобы определиться, возможно ли в настоящем сезоне производить перевозку безопасную пассажиров на этих участках. После чего составляются акты, которые визируются всей этой комиссией, и принимается решение открывать движение по этой трассе или откладывается это решение до устранения выявленных замечаний. Я скажу, что на практике у нас часть садово-дачных товариществ заблаговременно, и там очень активные дачники, которые всегда содержат все свои прилегающие территории и свои дороги в надлежащем состоянии, и они заинтересованы в том, чтобы автобусы, так скажем, как только дачный сезон открылся, они могли осуществлять перевозку их на дачи. И вот как бы большое им спасибо, что они всегда очень активно и быстро выполняют эти работы. Но, к сожалению, есть вот такие у нас направления, когда почему-то дачники ждут и говорят, что «а вы сделайте нам». Ну, понимаете как, мы же не зовем к себе в квартиру, чтобы кто-то пришел и сделал нам, навел порядок, поэтому... Вот важно тогда понимать зону ответственности, за что вы отвечаете и бюджетные деньги вкладываете, а за что сами дачники? Вот как с этим четко и понятно определиться? Вот четко и понятно мы определяемся, что функции, возложенные на город, это перевести пассажиров до их владений. А вот все, что находится на территории массива, это уже владения дачников, их общее имущество, которое они должны содержать в надлежащем состоянии. Поэтому вот их активная позиция и как бы влияет всегда на то, что вот на эти массивы начинается... Ну, одними из первых они пользуются именно дачными нашими автобусами. Следующий вопрос от телезрителей. Еще раз напомню, телефон 202-11-22, звоните, еще есть время. Будет ли вывешено расписание в интернете дачных маршрутов? И в частности интересует 182-й? Обязательно будет размещена эта информация. Я просто скажу, что эта информация, она как бы размещается у нас всегда на пунктах продажи сезонок для льготных категорий граждан, на пунктах начальных отправления дачных автобусов. Ежегодно эта информация вывешивается. И скажу сразу, что те, кто уже давно пользуется дачами, значит, расписание движения по отношению к прошлому году мы не меняли. Единственное, там на отдельных были маршрутах изменения. Вот 182-й в частности. На 182-м осталось неизменным. Поэтому как бы... И также эта информация есть на сайте транспортного оператора. Время отправления этих автобусов. То есть с ней всегда можно в открытом доступе ознакомиться. У всех есть интернет, поэтому вот такие точки еще можно использовать для информации. Следующий вопрос. Опять же, вот очень больная тема оказалась кладбище. Есть ли специальный маршрут на Смышляевское кладбище? Вот опять-таки, на Смышляевское кладбище мы тоже не можем организовывать туда движение, потому что это уже юрисдикция Министерства транспорта. Мы осуществляем перевозки только на городские кладбища городского округа Самара. Смышляевка у нас туда не попадает. Вот тогда сможете ли подсказать, куда обратиться? Вот если не в город? В Министерство транспорта. Это вот в область? Да, туда. Не в район? Нет. Как-то вот что, вот Смышляевский район? Нет. Особо не погодит? Я думаю, навряд ли. В областное Министерство транспорта? Там искать поддержку. Вообще, как оказалось, очень много с какими службами вы сотрудничаете, даже вот при рассказе о своей работе. Вот как она выстраивается и какие общие задачи ставит для себя департамент транспорта вот на этот сезон дачных перевозок? Вообще, как выстраивается работа? Значит, первостепенная наша задача это обеспечение безопасности перевозок. Это вот с ГИБДД сразу. Поэтому мы всегда плотно очень работаем с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения как городской, так и областной. То есть здесь у нас постоянное взаимодействие идет, постоянный мониторинг состояния проезжей части. Также, соответственно, у нас осуществляется допуск водителей вот на данный вид перевозок, который уже имеет опыт работы длительный, потому что все-таки эта работа очень требующая напряжения, потому что здесь немножечко режим работы другой, чем в городской черте, где остановки через небольшой промежуток, через небольшое расстояние, то вот перевозки на дачный массив... Да, это вот как раз специфика, да. Ну, соответственно, и скорость движения по загородным трассам, сами понимаете, там намного выше. Именно автобус, он идет, так скажем, с максимально разрешенной скоростью, которая установлена там на трассах. Но сами знаете, что легковые машины вот создают иногда там такие острые моменты. Но, как бы, скажу так, что так, как мы используем в своей работе, значит, и пользуемся всеми требованиями, которые там существуют для подопуску водителей на эти перевозки, то у нас именно работают только профессионалы на данное направление. И, ну, мы много слышим положительных отзывов конкретно от дачников, от самих благодарностей, в адрес конкретных водителей. Ну, вот, и мы, как бы, обычно все эти благодарности собираем, обрабатываем, и к дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта этих людей поощряем. Да, ну, это хорошо, конечно, когда мотивация есть сотрудников, это очень приятно. Следующий вопрос. Можно ли установить павильон на конечный 76 маршрута, а то там сделали дорогу, павильон не поставили, и дачники не знают, где ждать автобус? Ну, это к тому же вопросу, что хоть на асфальт садись на дорогу и сиди. Ну, это вот к тому же вопросу. Значит, нами направлено обращение к владельцу этой дороги. Вот, к сожалению, это дорога федерального значения. Там большая Волга, там владелец ее. Мы направили им, они провели в прошлом году ремонт этой дороги, и почему-то убрали остановочные павильоны, и мало того еще поставили там ограждение. Ну, как бы мы работаем в этом направлении, я думаю, что в этом сезоне нам удастся каким-то образом решить эту проблему. А вообще есть какая-то отдельная городская целевая программа по дачным перевозкам или нет? Или это входит в какую-то одну общую, а просто вот на сезонность подразделяется? Ну, это является сезонными... Интересно, вот финансирование, как осуществляется, потому что, наверное, разные суммы бывают в каждый год. Разные суммы бывают, потому что городские перевозки это одно, а здесь носит сезонный характер, ну и, соответственно, как бы здесь совершенно другая методика, так скажем, расчета. Здесь устанавливаются тарифы, вот, тарифной комиссии, и на этот сезон, 2016 года, вот как раз сегодня поступила информация, значит, принято решение о том, что стоимость одного километра перевозок будет стоить 2 рубля 2 копейки. В прошлом году был рубль 80. То есть рост составил 12%, но это, вот эти 12%, это как раз процент инфляции. То есть иначе, как бы, ну... Не оправдывает себя. Нагрузка на бюджет, конечно. Это большая нагрузка на бюджет, ну и сами знаете, вот, так скажем, в этот кризисный год мы, как бы, были вынуждены, вот, повысить немного стоимость проезда, но опять-таки... Там много льготных, наверное, в такой категории. Я вернусь к тому, что, как бы, мы из года в год стараемся, чтобы снизить нагрузку именно на население, которое, ну, имеет небольшие доходы, поэтому мы ежегодно организуем продажу льготных сезонок это лицам, которые имеют право на льготы. И, соответственно, с этим они имеют право приобрести сезонку и к ней то количество талонов на то количество поездок, которые они рассчитывают. Это может быть, значит, 4, 8 или 16 поездок. То есть, вот, как бы, поэтому мы стараемся, чтобы все могли себе позволить съездить на участок там. Да. Вот вы сказали, что планируете, прогнозируете увеличение пассажиропотока, потому что, вот, на самом деле, очень дорого обходится бензин дорогой. И, наверное, тот, кто ездил даже на машине, уже привык ездить на своем авто, сейчас в такие времена тоже пересядет вот на ваш автобус. С учетом того, что стоимость топлива, опять-таки, вот, по последним данным, возрастает, то некоторые, так скажем, тоже могут отказаться от своих там легковых автомобилей, особенно если автомобиль старый, у которого расход топлива большой. Следующее сообщение. Благодарю вас, Олег Иванович, к вам обращение. На 171 маршруте работали девушки-водители. Очень культурные. И обслуживание хорошее. И пожелания. Можно ли обновить автобусы? Неужели действительно девушки-водители на таких маршрутах дальних работают? Есть. У нас достаточно, так скажем, последнее время пошла тенденция к тому, что много, как бы, вот, девушек, которые в свое время получили, значит, права на управление троллейбусом, переходят, переучиваются. Ну, это же сезонная работа тоже, а дальше как? Нет, а потом они работают на городских маршрутах. А, понятно, все. Да, да. То есть мы это привлекаем на работу на дачных маршрутах, именно водители, которые работают на городских маршрутах. Вот, именно в сезон. Вот, и поэтому я еще по поводу вот обновления подвижного состава хочу, значит, наших жителей обрадовать, что вот до конца, так скажем, мая мы уже партию целиком получим, но получаем мы автобусы на газомоторном топливе, их 43 единицы было закуплено. Это дешевле, да, вот, топлива? Да, я сейчас поясню. Значит, это было приобретение, так скажем, финансирование осуществлялось как федеральным бюджетом, как областным, так и городом. Вот, это как раз программа обновления подвижного состава к чемпионату мира 2018 года. И вот у нас уже 83 автобуса работает, еще 43 мы приобрели. И вот, как бы в ближайшие дни, и я так думаю, что и дачники это увидят, вот часть автобусов будет именно как раз на газомоторном топливе. Это позволяет, во-первых, в пять раз снизить вредные выбросы, ну и, соответственно, снижает стоимость потребления топлива. Вот, ну и в соответствии с этим повысится комфорт пассажиров, потому что все-таки в новом подвижном составе гораздо приятнее находиться и перемещаться. под конец программы. И еще я хотела, чтобы вы повторили еще раз те даты, когда дачникам не стоит ждать своих автобусов, потому что маршруты пойдут вот именно на Кланбищ в связи вот с праздниками, которые нам предстоят. Значит, 1, 8, 9 мая и 18 июня у нас будут производиться перевозки населения к городским кладбищам. Поэтому в эти дни дачные перевозки осуществляться не будут. Но в остальные дни, среды, пятницы, субботы, воскресенья, эти перевозки будут организованы в полном объеме. И вот вы уже рассказывали про обратную связь и про то, что очень важно, что на будущий сезон уже начинается формирование пассажиропотока и вообще все расчеты именно во время сезона. Поэтому я попрошу вас повторить телефон, по которому можно обращаться тоже для обратной связи и для пожеланий. Значит, телефон горячей линии департамента 260-20-18. И еще у нас есть муниципальное предприятие городского округа Самара, Центр организации дорожного движения, которое вот как раз осуществляет регулирование всех перевозок в городе. Тоже туда можно обращаться. Тоже можно туда обратиться. Телефон 260-40-43. Спасибо большое за то, что пришли. Рассказали о дачных перевозках этого сезона. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова